Солнце Обжигающее своим талантом солнце! На прошлой программе, благодаря солнцу, мы все с вами очутились в прекрасной, уютной, солнечной Франции. А солнце — главный путешественник, оно может оказаться в любой точке мира. Уважаемый жюри, в какую страну вы хотели бы сегодня улететь вместе с нашим солнцем? А можно я скажу? Австралия. Нет-нет, Япония. А я, кстати, не был. Единственная страна, где я не был, это... Я не был в Японии. Я бы хотела услышать в исполнении солнца вот это вот... Это просто была в Куркмении. Нет, это Япония. Это на японском языке «У самого синего моря». Ты знаешь японский, Фил? Я... Дело в том, что... Он прекрасно переводит японский. У меня был опыт, так скажем, общения с японским языком, когда самая популярная песня в Японии стала песня «Миллион алых рост» на японском языке. Она практически народный хит. Поэтому я немножко по-японски... Ты японофил. Я абсолютно без акцента, посмотрите, что творится. Это мой самый дорогой переводчик в мире. Нет, я... Японофил. Он вообще с японофил. Он вообще фил-фил-фил. А вы вот подскажите, солнце, здравствуйте. Вы полиглот? Здравствуйте. Не совсем, но поесть люблю. Обожаю этот юмор. Наш с тобой любимый юмор от фантастической Мариночки. Я люблю тебя, Марина. Все сильнее день ото дня. Наш специальный кинг возвращается. Похоже, да. Похоже, все идет к этому. Фил, а правда говорят, что ты посвятил... Я люблю Марину, а посвятил это Алле песню. Когда мы снимали клип, это она нашла на соседней даче в Симферопе, в Севастополе. И мешали ей спать. Сейчас самые лучистые и звездные подсказки от солнца. Добрый вечер. Я надеюсь, он действительно добрый. Воскресный вечер у телевизора всей семьей. Это же настоящее счастье, не правда ли? А если вы в разлуке, то смотрите шоу «Маска» в одно время и стройте догадки вместе даже на расстоянии. Это так романтично. По манере, по аристократизму это могла бы быть и Зара. Слушайте, а Алёна Винницкая не могла быть? Алёна Винницкая не могла быть? Алёна Винницкая или Меседа. Или ваш любимый Мейхер. Да. Или Вера Брежнева. Почему нет? Весна, мальчики и девочки, весна. Бегут по лужам мои любимцы мартовская девочка, которая уже догоняет мальчик апрель. Вокруг них скачут солнечные зайчики, и всё у них только начинается. Кто-то из них обязательно скажет «Между мной и тобой любовь». Ах, пусть всё цветёт и пахнет. Это же весна, моё любимое время года. В эти дни я словно рождаюсь заново. Преображаюсь, обновляюсь. Вы слышите, как поют птицы? Да что там птицы? Звери вокруг поют о любви. Даже заяц запел. Да что уж там, даже я запела. Ну что же, отправляюсь на сцену и очень рассчитываю на тёплый приём. Вы же меня поддержите? Надеюсь, сейчас будет так светло и жарко, что возможен солнечный удар. А что вы хотели? Я же яркое светило. Ну всё, встречайте, солнце идёт. Как я люблю птицы. Словно наших дней возводит солнце на весы. Дни до разлуки. Как мы жили, не ценили каждый светлый час. Мы с тобою позабыли всё, что выше нас. Там, во вселенной. Мы с тобою позабыли всё, что выше нас. Мы с тобою позабыли всё, что выше нас. Мы с тобою позабыли всё, что выше нас. И поверь мне, я не стану солнцем для других. На твоём плече оставлю свет своей руки. Свет всей вселенной. Знаю, сердце разорваться может любя. Это как с душой расстаться, жить без тебя. Ты боль моя, любовь моя. Я всё тебе отдам, любовь моя. И над тобою стану солнцем я. Для тебя. Это лучший. Солнце! Двойной удар! Солнце с песней «Солнце». Вот это вспышка! Это не вспышка. Это ядерный взрыв какой-то. Солнце. Браво! О! О! Браво! Спасибо. Солнце, это потрясающая песня. Это моя... Это одна из моих самых любимых песен Анни Лорак. Кстати, вы знаете, ребят, что эту песню написал наш греческий... Да-да-да. Вот мой друг Дмитрий Скандополос. Это гениальный человек написал, Шейди Лейдин. Песни по Лазарю, с которым он был на том же Евровидении. И это одна из самых первых песен, которая принесла безумную популярность и любовь Анни Лорак в нашей стране. Спасибо за эти минуты возвращения ностальгии почти на 12 лет назад. Но смотрите, как звучит актуальность сегодня. Хорошие песни живут очень-очень долго. Вечно. Я думаю, что эта песня станет классикой. Как солнце сияет. Как солнце сияет хорошие песни. Но наше солнце светит все ярче и ярче с каждой программой. Вот ваша версия, на которой вы настаиваете, ребята. Мы на ней настаиваем, да. Мы настаиваем, что это Марина Кравец. Мы настаиваем. Конечно, возможно, я не отрицаю. Но давайте посмотрим правде глаза. Коля Басков, не отгадали. Сережа Лазарев, не отгадали. Игорь Крутой, не отгадали. Но были так уверены, что там скрывается кто-то другой. Сегодня мы также, уже которую программу подряд, уверены, что под маской солнца скрывается Марина Кравец. Вот я не уверен. Ребята, ошибаемся мы всегда стопроцентной уверенностью. Поэтому, конечно, нужно, как бы нам это ни казалось, да, мы должны набрасывать много разных версий. Правильно. Но мы вдвоем уверены, получается, 40%. Да. Ну давайте еще версии. Ребят, скажите. У Регины есть версия. И у меня есть версия. Другая, да? Другая тоже. Давай, давай, Регина. Я сегодня задумалась о том, что, возможно, под маской солнышко скрывается Полина Гагарина. И я знаю, как Полина Гагарина умело может скрывать свой голос и разговаривать абсолютно разными персонажами. И вот так вот, и вот так вот, и вот так вот. Полина, может, это ты? Нет, нет. Молодец. А сел еще раз. Как именно? Как хотите, чтобы я так все разговаривала? Я так могу. А мне когда звонят там всякие сумасшедшие, значит, ну иногда прорываются. Да, слушай. Филипп Киркорова, можно? Алло, охранник, слушай, да, говорите. Охранник Филиппа Киркорова, кстати, выглядит как Филипп, он тоже очень модный. Ну все, теперь ты не сможешь использовать этот трюк. Ребят, а может быть другая актриса, Аглая Шиловская. У нее прекрасные вокальные данные. И она, кстати, может абсолютно один в один копировать ту же самую Полину Гагарину, если что-то пошло, но и многих других артистов. Это отличные, у вас у обеих отличные версии. Слушайте, а если мы вспомним еще одну певицу. Вообще, в принципе, она чаще поет с хрипотцой, и мы ее знаем как певицу, которая исполняет достаточно такие агрессивные песни. Ольга Кормухина? Нет, не Кормухина, Наргиз Закирова. Могла ли она убрать свою хрипотцу? Потому что у нее есть глубокие ноты. Нет, нет, ребят, ну посмотрите, вот руки. Ну эти руки, ну удивительно. Она очень женственная. Они очень женственные. Это человек, который занимался балетом. Она в прошлый раз нам сказала, что занималась балетом. Покажите, пожалуйста, третью позицию. Она сейчас, кстати, в ней стоит, просто мы не видим. Неправда. Третью позицию рук. С ума с... А, третью позицию. Это... Это вторая. Вторая, четвертая и девятая была сразу. А, молодец! Я не могу, мне хочется разговаривать с Солнцем часами. Потрясающий человек. Солнце, сегодня твое выступление было блистательным. На все твои 6000 градусов. Провожаем Солнце. И увидимся на голосовании. Браво! Солнце, свети! Какой был номер, ребята! Какой был огненный океан! А вы поняли, что девочки-то лежали все это время? Давайте балетом поаплодируем. Девчонки! Вы просто героини! Они же вообще не ушли! Это единственный момент, когда они могут отдохнуть. Свети всегда! Свети везде! Вот лозунг. Мой и Солнце! Это Маяковский. Цитата. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!